МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в программе Автопатруль 112. Резонансное дело об избиении подростками ветерана СВО передано в суд. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Трагедией закончился заезд мотокроссеров в Новошахтинске. Мужчина с ружьем угрожал людям в гаражах на улице Нейбута. Мужчина с ружьем угрожал людям в гаражах на улице Нейбута. Парень с Косогора поджидал людей на выходе из гаража и, не дожидаясь, пошел на сближение. Хозяева гаража закрылись внутри. На место происшествия прибыли участковые и полномоченные полиции. Предварительно установлено, что герои видео – отец и 14-летний сын, и они просто играли с пневматическим оружием. Полицейские опросили участников, оружие изъято и направлено на экспертизу. Прокуратура «Партизанская» организовала проверку по следам публикации в соцсетях. Видео с человеком, который разгуливал по улице с предметом, похожим на пистолет. Неизвестный произвел несколько выстрелов в воздух. Стрелявший найден – это ранее судимый гражданин 1985 года рождения. Идет доследственная проверка, хотя заявлений о произошедшем в правоохранительные органы не поступало. Трагедии закончились заезды мотокроссеров на Вашахтинске. Участники, видимо, не видели друг друга, заезжая на трамплин с противоположных сторон. А тревожные крики зрители не услышали из орёва моторов. Парни живы, но восстанавливая здоровье будут очень долго. Один в коме, у второго множественные переломы. Причиной этого ДТП на перекрёстке Пушкина-Некрасова жители Уссурийска считают новые светофоры. То ветер сдует, то дождь уничтожит. На улице Пушкина горит зелёный. На Некрасова светофор не работает. Вот и не разобрались водители. Хотя, конечно, при неработающих светофорах и отсутствии знаков приоритета не стоит забывать о базовом правиле – помеха справа. В итоге тёмный седан улетел на тротуар. Светлый застыл на дороге с раскрытыми подушками. О пострадавших не сообщается. Видео из категории «Никогда так не делай». Две беспечные девушки-пешеходы, не задумываясь, шагнули на зебру на улице Калинина на красный свет. Водитель, к счастью, успел затормозить. Опубликовать его реакцию нет возможности под цензурным соображением. Всего по данным Краевой госавтоинспекции за минувшие сутки в Приморье зарегистрировано 52 ДТП. Пострадали 7 человек. Шестеро из них несовершеннолетние. Погибших, к счастью, нет. Повреждено 94 транспортных средства. Резонансное дело по избиению уссурийскими подростками ветерана СВО передано в суд. Напомним, в январе этого года четверо несовершеннолетних пришли в дом к участнику СВО и, угрожая, требовали денег. Рьяная молодежь, отработав на мужчине несколько ударов, забрали телефон. Видео, записанное самими фигурантами, оказалось в сети. Подростков задержали, им меняют грабеж, трое были взяты под стражу, один остался под домашним арестом. Заседание назначено на 25 апреля. Уссурийский дрифтер не совладал со своим автомобилем на кольце в районе ЖД вокзала. Весь процесс зафиксировала городская камера наблюдения. Седан въезжает на кольцо и, вроде бы особо не газуя, теряет контроль над машиной. Авто направляется мимо дорожного полотна и останавливается, перепрыгнув бордюр. Ни сам дрифтер, ни окружающие не пострадали. Открыл сезон. Машину, летящую по водной глади, заметили в Приморье. Катер, стилизованный подгоночный болид, рассекал на высокой скорости по акватории Токаревского маяка. Стали очевидцем аварии, пожара или другого происшествия и успели снять происходящее на телефон? Присылайте видео на наш номер 8 994 001 60 06. Давайте делать программу вместе. Редактор субтитров А.Семкин